Они все как на подбор. Строевой шаг, единая форма, одинаковые помыслы. Юнормейцев из разных школ отличает лишь цвет одежды. Футболки и береты различные, но силен командный дух. В День защитника Отечества в гимназии номер 11 собрались школьники из разных регионов. Здесь состоялся спортивно-патриотический фестиваль «Сильная Россия». У нас заявились команды со всего Алтайского края, из Новосибирска, Омска, Томска и Республики Алтай. И мне кажется, это настолько было легко. Молодежь заинтересована в патриотике. Это на самом деле очень радует. И я считаю, что это здорово. И мы дальше будем им помогать и развивать этот проект, масштабировать его. И надеюсь выйти на всероссийский уровень. 30 команд, почти 200 участников. Это второе подобное мероприятие для города. Но если в первый раз оно было городским, то теперь достигло статуса межрегионального. Построение, равнение, вынос флага. Отметили и заслуги юноармейцев. Нагрудные знаки юноармейской доблести получили шестеро юных патриотов. Это большое дело. Это наши дети, которые показывают прекрасные результаты. Мы многих уже наградили. И многих поощрим по результатам проведения этих мероприятий. Для города это большое мероприятие. Мы будем в дальнейшем продвигать и развивать это направление, направление сильной России. Потому что нам необходимо заниматься нашей молодежью. Наша молодежь очень сильная, очень умная, очень активная. И наше будущее. Разборка и сборка оружия для юноармейцев простая задача. Это одна из тренировочных дисциплин. А еще строевая подготовка, стрельба, вязание узлов, первая медицинская помощь. Цель патриотического движения школьников – вызывать интерес к географии, истории и освоить практические навыки военной подготовки. Строевая, огневой рубеж, начальная военная подготовка, спортивная подготовка. Это все у нас мы занимаемся и все это практикуем. У нас наш отряд является штабным, отряд при штабе. Штаб у нас появился совсем недавно, в этом году. Поэтому у нас юноармия не очень сильно развита, но мы продвигаем, различные мероприятия устраиваем и являемся на них волонтерами. Юноармеец Андрей Симоненко в Бийске впервые. Со своим отрядом «Бастион» он приехал на фестиваль из Омской области. Рассказывает, поездка оказалась увлекательной. Новый город, новые знакомства. Я в юноармии уже второй год. Я в январе получил медаль «Юноармейская доблесть». Я участвую во многих акциях, конкурсах. У меня свой канал есть в юноармии, «Бастион ТВ» называется. Мы с юнкорами снимаем видео, также участвуем в разных акциях, продвигаем движение юноармии. Юноармия – это большие возможности, это очень интересно. Командный дух, жажда победы, дисциплины и единения. Такие состязания – это не только шанс показать себя и свои навыки. Это еще и возможность ощутить себя частью чего-то большего и осознать свою ответственность перед Родиной. Для меня на самом деле патриотизм – это не только любовь к Родине, но и возможность защищать свою Родину на любом из уровней. То есть сейчас в нынешней ситуации, как мне кажется, юноармия играет большую роль, потому что она воспитывает юных патриотов своей страны. Кристина Чернова, Илья Пятков, Будни.